Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Андрей Владимирович Рыбаков, директор Института социально-экономического прогнозирования имени Менделеева. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Здравствуйте. Рады вас видеть. Давно не виделись. Что ждет нашу элиту? Вопрос, наверное, знаковый. На переходном этапе. Неправда, да. Ну что могу сказать? Прежде чем говорить об элите, надо поговорить сначала о тех проектах, которые существуют сегодня в виде образа будущего. Потому что рассуждать о том, что нашу элиту, можно только в контексте того, какие преобразования нас ждут в ближайшие. 5, 10, 15, 20 лет. Сегодня существует несколько проектов будущего. Как мы с вами о нем говорили, я вкратце пройду. Первый проект – это то, что сегодня на слуху. Это так называемый инклюзив имени Шваба. То есть это то, что сегодня активно обсуждается, активно пропагандируется, делается все для, ну, вроде как для того, чтобы все произошло. В частности, все там пандемийные ограничения, так сказать, все сегодняшние цифровые вот эти все, скажем так, новации, плюс то, что сегодня внедряются вот эти экологические вещи, так сказать, это все связано, как раз, с этим инклюзивом. Потому что инклюзив – это фактически попытка транснациональных корпораций подмять под себя весь остальной мир. То есть фактически сделать их хозяевами жизни. Ну, они и так теперь считают хозяевами жизни, но теперь они хотят сделать это как бы официально. Беда в том, что у нас, как всегда, то, что на слуху, то, что активно обсуждается, то, на что больше всего люди смотрят, на самом деле реализовано не будет. И тут можно рассуждать много об этом, но реализованных не будет по одной простой причине, что как минимум две страны сегодня в эту тему не вписываются. Это Китай и Россия. Ну и, в общем-то, весь БРИКС фактически сегодняшний уже. То есть Индия тоже не особо-то орвется. Ну, а если мы берем БРИКС, то это, соответственно, больше половины человечества. Соответственно, если больше половины человечества не вписывается в инклюзив, то сами понимаете, что как бы никого инклюзива не будет. Вот. Это понятно. Значит, второй проект, который на самом деле готовится и активно очень все, что сегодня делается, это делается для того, чтобы именно этот проект осуществился. Это так называемый, то, что мы называемой война всех против всех. Здесь как бы планируется, в отличие от инклюзива, значит, несколько по всему миру, несколько градов. То есть, так называемая регионализация мира. То есть, значит, мир разбивается на анклавы. Во главе анклавы остается некое, так сказать, ну, государство-цивилизация. Вот. Соответственно, значит, и дальше происходит следующее, что сегодня, значит, никто, все понимают, что драться между, ну, понятно, что все государства-цивилизации имеют ядерное оружие. Вот. Значит, понятно, что Китай имеет ядерное оружие, значит, Америка имеет ядерное оружие, Европа имеет ядерное оружие, Россия имеет ядерное оружие, Индия имеет ядерное оружие, даже Пакистан имеет ядерное оружие. Вот. И, соответственно, между ними, если начнется драка, то, ну, когда, так сказать, проигрывающая страна, в любом случае, это оружие применит. И тогда уж мало не покажется никому. Вот. Даже если Индия с Пакистаном начнут друг друга, так сказать, обменят с ядерными ударами, то, в общем-то, так сказать, по крайней мере, все выражающие следу они испортят очень капитально. Вот. Не говоря уже о том, что там разнесется по всему миру просто воздушными потоками. Ну, вы помните, что было Чернобыль, да? Так сказать, там, в принципе, взрыв Чернобыля был не такой уж, так сказать, страшный, с точки зрения там, в килотонна, да? Так сказать, вот. Но ухватило всем, и европейцам, и Белоруссии, и Украине, и даже до России чуть-чуть дошло. Вот. Поэтому здесь, соответственно, война будет идти не между вот этими цивилизациями, государственными цивилизациями, а между перифериями. То есть, будет война за ресурсы, за периферии. Вот. То есть, в частности, сегодня Африка уже является таким полем битвы. Вот. Ближний Восток сегодня уже, очевидно, становится таким полем битвы. Вот. Ну, вот насчет Латинской Америки пока не очень понятно, потому что США хотят оставить себе как-то задний двор. Ну, там тоже все неоднозначно, поэтому Китай тоже активно налезет, Россия там уже присутствует, поэтому тоже, скорее всего, и Латинская Америка станет такой ареной битвы. Вот. Значит, кстати, вот по поводу того, что именно этот сценарий сейчас активно разрабатывается. Дело в том, что в этот сценарий не вписывается очень знаковая страна, которая называется Израиль. Вот. И, соответственно, сегодня мы видим, как Израиль целенаправленно со стороны вот этих транснациональных корпораций и людей, подчиненных им, то есть она целенаправленно уничтожается. Вот. Поэтому, ну, я не буду комментировать. Это вообще, если мы захотим поговорить, это отдельная тема, очень длинная. Что с Израилем там происходит и что и, собственно, будет происходить. Поэтому я пока я сейчас просто как бы отмечу, вот такую колочку поставим, что Израиль не вписывается в этот проект и должен быть в связи с этим просто ликвидирован. Как страна. Как страна, потому что в цивилизацию он никак не вписывается. А как, так сказать, объект, который находится в точке, которая, ну, которая будет в периферии, той самой, за которой будет драка. Вот. Соответственно, он там просто лишний. И его потихонечку сейчас вот зачищают. То есть это второй проект. Война всех против всех. Значит, третий проект, это у нас китайский проект, но мы его, в принципе, отдельно не рассматриваем, потому что он очень локализован именно с точки зрения Китая. Вот. И он не глобальный. На самом деле, китайцы, они пытаются сделать его глобальным, но он настолько специфичный, что понятно, что дальше, так сказать, Китай и его, так сказать, предместий, вот этот проект, так сказать, никуда не пойдет. То есть это вот именно как раз тот самый вариант, что Китай становится государственной цивилизацией. Вот. И вокруг себя собирает свой регион. Вот. И начинается с помощью ресурсов своих и своего региона начинает, значит, бороться за вот эти вот периферийные земли. Вот. Ну, собственно, эта война уже началась. Я еще раз повторюсь, это Африка, это Ближний Восток, это уже Латинская Америка все равно, так или иначе, поэтому, в принципе, процесс уже пошел. И, значит, четвертый проект, проект, это проект, который, ну, у него такого вот яркого названия нет, но мы его можем назвать проект русского мира. То есть русский мир, вот, это новый проект, который сегодня Россия, как бы, в себе вынашивает. Вот, в принципе, он уже, на мой взгляд, состоялся. Пока он состоялся еще только в головах наших, так сказать, подлинных элитариев, не тех, которые у нас там, так сказать, называются элитой, да, так сказать, ну, какой они являются, а настоящей элитой, которую, так сказать, вы прекрасно знаете, о ком речь идет. Вот, значит, занимаются этим наши лучшие, на мой взгляд, так сказать, интеллектуальные силы. Вот, собственно, школа здравого смысла представлена прекрасно именно, вот, так сказать, здесь. Вот, это, соответственно, зрительский клуб, это изборский клуб, ну, и часть там других интеллектуальных клубов, не буду их сейчас называть, в принципе, все, они все на слуху. Вот, причем самое интересное, что, несмотря на то, что, казалось бы, вот у нас всегда было в традициях, да, что мы, как бы, друг друга не слышим, вот, и, так сказать, каждый у нас, суслик у нас агроном, и все пытаются на себя дело перетянуть, особенно с точки зрения интеллектуальной. Так вот, вот, когда речь идет об этом вот глобальном, большом, российском, русском, правильно сказать, русском, русском, русском проекте, то здесь, понимаете, вот эти разногласия все исчезают. Вот, я то, что вот я вижу в школе здравого смысла, то, что сейчас я вижу в сборском клубе, то, что на свитеринском клубе происходит, вот, идет как раз объединение усилий, вот, и это понимание о том, что у людей понимание, так сказать, то, что надо соединяться и надо, так сказать, совместными усилиями формировать этот проект, он чем дальше, тем больше. Я думаю, что где-то вот в ближайшие там, я думаю, что полгода-год максимум, скорее всего, даже быстрее, ну, вот полгода, я считаю, что этот проект будет уже, так сказать, оформлен практически официально. То есть сейчас, как бы, об этом проекте знает только вот узкий круг, вот, так сказать, интеллектуальных, так сказать, нашей элиты, вот, но я думаю, что в течение полугода это станет уже, так сказать, как бы таким официально провозглашенным проектом. Не скажу, конечно, сейчас, кто это сделает, вот, потому что сейчас все так быстро происходит, я думаю, что вот в ближайший там месяц мы увидим очень много интересных событий в нашей стране, вот, ну, а то, что будет после течения полугода ближайший, вот это там вообще будут совершенно кардинальные перемены. Вот, поэтому и вот в этот, как раз, период этот проект, он, так сказать, я считаю, высияет. Вот, я, может быть, слишком пафосно сказал, но вот, на мой взгляд, это так. Вот, и вопрос теперь правильно возникает, а что с элитой-то, которая, ну, в кавычках, я ее беру, вот эту элиту, я беру в кавычки, ну, тут даже не надо, так сказать, ни о чем говорить и пообъяснять, почему это так. Значит, теперь давайте посмотрим, вот, о проектах мы поговорили. Теперь давайте посмотрим, а что у нас, что такое наша элита, так называемая. Элиты у нас делятся на две крупные части, это бизнес-элита и управленческая элита. Вот. Бизнес-элита у нас, значит, состоит из двух частей, это бизнес-элита 90-х. Вот. Это, как бы, я сказал, так сказать, это у нас западный проект, специально подобранные люди. Вот. Вы помните, как эти люди стали, так сказать, владельцами заводов, газет, пароходов, да, вот, так сказать, это их специально подбирали по качествам, то есть это были люди, это должны были быть люди, которые, для которых, ну, понимание, так сказать, как бы, ценностей жизни, оно, так сказать, не выше самых нижней ступеней пирамиды Маслова. Вот, так сказать, и, вот, так сказать, именно таких людей, так сказать, выпихивали на вот эти вот посты бизнес-элита 90-х. Вот. Значит, персонально там говорить не надо, так сказать, в принципе, все и так о них знают. Вот. Но подбирали их специально, обучали, выбирали, ставили. Значит, помните, как происходила эти знаменитые приватизации, вот, аукционное, залоговое. Вот. Значит, до сих пор все в шоке от того, насколько это было беспрецедентно и, самое главное, незаконно. Ну, пока, так сказать, здесь тишина. Вот. Но я думаю, что это ненадолго. Так вот, вот, это часть элиты и вот эти там, я не беру, и Китай мы сразу убираем, значит, три проекта. Инклюзив, война всех против всех и русский проект. Значит, ни в один из этих проектов это вида не вписывается. Это люди, предназначенные на заклане. Вот. Значит, понимают они это или нет, трудно сказать, потому что их же ставили фактически, это же был западный проект, так, и ставили, соответственно, оттуда и до сих пор курируют, так сказать, те же самые люди. Вот. Конечно же, им наверняка обещают, так сказать, много, то, что ребята, не волнуйтесь, все будет хорошо, впишетесь в новый мир, так сказать, станете, значит, вот этими инклюзивами, то есть, вот тот самый, так сказать, как бы, или той суперэлитой, которую, так сказать, они хотят вырастить. Но понятно, что никакой суперэлиты они не ставят. Это ровно такой же обман, как был в свое время, обмануты были наши партийные боссы, которые вам тоже обещали, что в процессе конвергенции вы только сдайте Советский Союз, а уж мы-то вам обеспечим там, значит, место под нашим западным солнцем, так сказать, самых лучших, что называется, на самых лучших ролях. Ну, сами понимаете, да, никто там не оказался, все в итоге оказались на свалке истории. Вот, поэтому здесь такая же ловная история, что их, они, они предназначены фактически в расход, потому что, да, они должны выполнить свою определенную роль, но, значит, в дальнейшем их всех просто зачистят. Вот, не знаю, понимает ли они это, ну, как бы умом, но, но, скажем так, интуитивно, поскольку это люди, все-таки, прошедшие суровую школу девенадцатых годов, вот, они это понимают, судя по их действиям, судя по тому, что они сейчас, как они себя сейчас ведут, они ведут сейчас, как, знаете, это последний, последний день, вот, реально вот смотришь на них и понимаешь, что люди живут как последний раз, вот, то есть они вот просто, ну, может быть, не умом, но пока интуитивно понимают, что им, им нет места в будущем, вот, ну, собственно, это очевидно, потому что ни в одной из, ни в одном из этих, вот, так сказать, кто бы не победил, какой бы проект не победил, так сказать, вот, они будут просто пущены в расход, вот, Не буду объяснять подробно, потому что времени нам не хватит подробного объяснения. Просто это как факт. Вторая часть элиты, бизнес элиты имеется в виду, это у нас элита 2000-х. Бизнес элита 2000-х. Это другие люди. Подбирались совершенно по другим качествам и задачи были совершенно другие. То есть если у нас первая часть бизнес элиты была четко заточена на продажу сырья за рубеж, чем она до сих пор занимается, то вот эта бизнес элита 2000-х выращивалась уже внутри страны. Выращивалась с определенными целями. Она очень интегрирована с властью. Это вообще люди, условно говоря, делегированные властью для решения определенных задач. И вот эти люди совершенно другие, потому что они сильно отличаются от первой части бизнеса элиты, потому что задачи совершенно не те. У них, во-первых, все сырьевые активы на тот момент, когда формировали эту элиту, были уже разобраны. И отнимать у них, скажем, у первой части элиты было нельзя, поскольку были определенные договоренности с тем же Западом. Вот что этих мы не трогаем. Поэтому, ну, исключение у нас есть, там, Ходорковский, но это отдельная тема, сами понимаете. Вот поэтому, как бы, а так все остальные как сидели, так и сидят. Вот так вот, формировалась, когда вот эта часть элиты, бизнес-элиты, она формировалась под другие задачи. То есть они фактически сидят на госбюджете. Это, так сказать, люди, которые, так сказать, осваивают госбюджет. Вот, ну, там, с разной степенью успешности, но там самый известный проект, как Тимурский мост. Вот, так сказать, вот яркий пример освоения госбюджета. Вот. Ну, в принципе, успешный проект, надо дать им должное. Кто ездил через Крымский мост, тот, в общем-то, в принципе, понимает, что этот проект действительно колоссальный. Вот. Так вот, это другие люди, и судьба у них совершенно другая. Значит, ну, понятно, что в инклюзив они не вписываются, там и места нет. Вот. Вот. Война всех против всех. Здесь у них вот какая судьба. Значит, если этот проект побеждает, то, значит, они, конечно, нужны. Они нужны власти. Они будут выполнять очень нужные и важные функции. Но есть одна проблема. Дело в том, что эти люди, они четко, так сказать, их положение четко персонализировано. Ну, то есть они завязаны на определенных, скажем так, лиц во главе государства, которые стоят. Вот. То есть там каждый человек связан, так или иначе, так сказать, с кем-то из высшего эшелона. Вот. И поэтому, соответственно, ну, а люди не вечные, сами понимаете, так сказать, сегодня, так сказать, юноша здоров, вот, а завтра умер. Вот. И поэтому при смене, как бы, персоналий наверху, вот, естественно, эти люди будут, ну, как бы, так сказать, терять свое положение. Это всегда так происходит. Ну, даже далеко ходить не надо. Простой пример, да. Была у нас такая, так сказать, супер, супер такая вот бизнес-вумен, госпожа Абатурина, да. Вот, так сказать, и вот, так сказать, ее, да, ее, так сказать, как бы, так сказать, бизнес-способности были просто, так сказать, потрясающими. Ровно на тех моментах, момента, пока Юрий Михайлович Лужков был, так сказать, на постом мэра. Как только Юрий Михайлович исчез с постом мэра, и госпожа Абатурина тут же пропала, как бизнес-вумен, так сказать, и, в общем-то, все ее бизнес-проекты тут же испарились. Вот. Вот здесь ровно такая же история. Вот. Так сказать, эти люди завязаны четко на персонале. Как только персоналий будут меняться, они, в данном случае, будут меняться, сами понимаете. Вот. То все. Эти люди, как бы, сохранить, ну, как в том анекдоте, помнить, так сказать, буду ли я маршал, да, сынок? У маршала свои внуки есть. Вот. Это ровно такая же история. Вот. Поэтому здесь, как бы, вот у них, поэтому в проекте «Война все против всех», они, как бы, в какой-то момент будут играть серьезную роль, но при смене персоналей, которые неизбежны, так сказать, они будут просто из обойны выпадать. Вот. А вот что касается проекта, русского проекта, да, то здесь, как бы, в принципе, вот, они могут вписаться. Вот. Единственное, что, как бы, тут в чем вопрос, что если люди поменяют, так сказать, свой подход к бизнесу, так, вот, и вообще, так сказать, к тому, как они строят жизнь свою, и здесь, как бы, то есть это очень важный ментальный вопрос, что русский проект, он подразумевает капитальную, я бы сказал, даже кардинальную смену отношения, первое, так сказать, в области, так сказать, ну, построения бизнеса, рассмотримые бизнес-элитии, и второе – это кардинальную смену подхода вообще к власти как таковой. То есть для чего человек, то есть, грубо говоря, на первой, если сегодня у нас во главе всего идет прибыль для бизнеса, соответственно, да, и деньги для власти, то есть монетизация власти, да, то в случае, когда, так сказать, посты жил, стоит русский проект, то главным станет во всем это служение. То есть человек должен, так сказать, именно служить родине, служить, так сказать, там, так сказать, интересам людей, И задача не зарабатывания денег, как таковое, а задача будет именно для бизнесов, удовлетворения потребностей людей в конкретных товарах и услугах. А для власти, соответственно, это служение Родине, служение своему Отечеству, служение людям. То, о чем мы с вами пишем и говорим уже много-много лет. И, соответственно, если они смогут в себе вот этот свой элемент стяжательства побороть и, скажем так, послужить уже людям и Родине, то, в принципе, им, с учетом их, потому что там люди не бесталанные, на самом деле, там нет дебилов, к большому счету. Вот. То есть там как раз, это, кстати, вот первая категория наша, там как раз таких полно. Вот. То есть мы не слышим, да, о том, что, так сказать, люди из этой категории там строят пятую, шестую, десятую яхту, да, вот. Про них такого никто не говорит, так сказать, да, там, так сказать, или там себе, так сказать, там, как бы, четвертый, там, замок покупать деньги в Шотландии. Вот. Такого нет здесь. То есть люди, в принципе, не глупые, они прекрасно понимают, что, в общем-то, ну, угрого нет багажника. Вот. Поэтому как раз здесь, вот, так сказать, у этих людей есть серьезный шанс вписаться в русские проекты и быть, как бы, его частью и сохранить, так сказать, свои, даже элитарные положения. Элитарное положение в нашем, так сказать, обновленном государстве. Это у нас, что касается бизнес-элиты. Теперь у нас с вами есть управленческая элита. Там она делится на три части. Вот. Первая часть – это, ну, условно их можно назвать либералами. Вот. Ну, это очень условно, потому что, на самом деле, у нас сегодня нелиберальной элиты нет. У нас вся элита либеральная, она туда попадала именно по этому принципу, ее то отбирали, ставили и так далее. Вот. Но есть, как бы, либеральная прозападная элита, которая, ну, суди, управленцев. Которые четко работают, так сказать, именно на Запад. Вот. И, собственно, там, так сказать, свою жизнь, в принципе, так сказать, там, ну, пусть не собственную жизнь, но, по крайней мере, жизнь своих детей, внуков и так далее, они не видят в отрыве от Запада и полностью, так сказать, они ее, как бы, строят с прицелом туда. То есть, что, как бы, заработаем и сможем, сколько можем здесь, вот. Но потом доживать уже, так сказать, как бы, и своих, так сказать, детей, внуков, так сказать, пристраивать, это они все собираются там. То есть, это, как бы, ну, условно говоря, не либеральная, я бы сказал так, хотя, ну, так удобнее называть ее либеральной, но именно прозападная элита управленческая. Вот. Вот. Тут ситуация, в общем-то, ровно такая же, как с нашей бизнес-элитой из 90-х. У них тоже нет будущего. Ни в одном из проектов существующих, вот, так сказать, ни в инклюзиве им места нет, ни в войне всех против всех им места нет, потому что, что такое для России война всех против всех, если все-таки мы пойдем по этому пути, да, это будет означать, значит, колоссальная мобилизация всех ресурсов, вот. То есть, потому что, ну, сами понимаете, то есть мы впадаем все в состояние постоянной войны, да, так сказать, мы постоянно будем с кем-то сражаться, да, так сказать. Ну, вот как сейчас, допустим, у нас там, условно говоря, Сирия, да, так сказать, ну, вот там, так сказать, какое-то есть участие в Лирии, сейчас вот Конго там наши, так сказать, появились, да, так сказать, вот. Вот, а вот если этот проект, так сказать, он, как бы, восторжествует по миру, то таких точек будут десятки, где так или иначе нам придется принимать участие. И это все, то есть это даже не Афганистан, это будет там все гораздо серьезнее. Вот, и вот тут, конечно, так сказать, нужна будет всеобщая мобилизация, и, естественно, что, как бы, тут уже предатели не потерпят, потому что, ну, как бы, ну, когда идет война, там с предателями сами понимаете, что делать. Поэтому в случае инклюзива их просто зачистят западные хозяева, в случае войны в Сирии, вроде всех, значит, их зачистят, так сказать, наши же. Вот, ну, а в русские проекты они вообще не вписываются, потому что для них даже немыслимо. Какой еще может быть русский проект? Они даже не понимают, что такое вообще возможно. Вот, так сказать, для них есть, вот, так сказать, Запад, который единственный свет в окошке. И я как-то вот слышал рассуждения, так сказать, неких товарищей, так сказать, я не буду фамилии называть, которые вообще говорили о том, что да нет никакой другой, так сказать, вообще цивилизации, кроме Западной. Вот это единственная цивилизация, которая вообще существует. Все остальное, это не цивилизация, это вообще, так сказать, как бы, ну, как у Глядова, это самое, не до государства, да, так сказать, что все остальные, это не до человека. Вот примерно, так сказать. То есть, вот, они реально так думают, это их, так сказать, вот глубинный, так сказать, взгляд на жизнь. Поэтому еще, так сказать, они не вписываются никуда. Поэтому, собственно, и их поведение сегодня, оно ровно такое же, как у бизнеса Лид-90. Они тоже живут в последний день. Вот это чувствуется, это видно, вот просто, так сказать, понимаешь, так и есть. Вот вторая часть нашей управленческой элиты, это, ну, условно говоря, государственники. Хотя это очень условно государственники. Но мы как-то говорили с вами о том, что откуда не взялись, что где-то еще начиная там с конца 90-х годов стало понятно, что никакого, никакой конвергенции, в принципе, не будет и быть, не может. Вот, и что максимум, на который могут рассчитывать наши элитарии, это место где-нибудь там в прихожей, так сказать, вот, так сказать, западного мира. Вот, ни уж никакого, так сказать, равенства, никаких там таких самых, так сказать... Не, ну, вот, правда, тут, помните эту историю, когда у нас это, это самое, как, лорда Сибири, да, как, или князя Сибири, как-то, так сказать, королева английская, так сказать, вручила здесь. То есть, вот, как бы, ну, вот это максимум, что они могли на что-то рассчитывать. Это какой-нибудь смешной такой титул, вот, так сказать, непонятно чего. Вот того, что... вернее, того чего нет. Титул чего нет. Титул того, чего нет. Вот, так сказать, но не более того, так сказать. А, так сказать, как бы никаких, там, серьезных, так сказать, вхождений в западный мир, они даже пускать близко не могут рассчитывать вот и собственно часть нашей управленческой ли ты это осознала где-то примерно 20 лет назад и собственно потом вот вся история которая у нас развивалась там первый был вот звоночек 97 год потом ой 2007 год речь бюнхенская потом 2008 год это война ну вернее как принуждение грузии мир к миру потом 14 год это уже украинские события ну и так дальше таскать соответственно все по нарастающей вот то есть фактически сегодня эта часть элиты нашей управленческой она уже для себя отрезала вообще возможности какие-то не то что вхождение на запад вот они уже прекрасно понимают что случае проигрыша да таскать их ждет судьба либо лучшем случае милошевича ну то день быть тюрьме отравит а значит в худшем случае каддафи или хусейн то есть вот там же как повезет поэтому они понимают что проигрывать нельзя что как бы наоборот надо стоять на спать вот поэтому это люди которые в принципе значит понятно что инклюзив им не грозит здесь их как бы они туда не вписываются никак вот значит а вот войной всех против всех есть одна маленькая тонкость дело в том что война всех против всех это западный проект вот и как всегда мы будем здесь играть на чужом поле по чужим правилам которые будут меняться всегда под того кто эти правила устанавливает вот то есть здесь нам скажем так если идти по этому пути то мы не выиграем вот не сможем выиграть мы сможем только оттянуть время поражения вот поэтому нам ни в коем случае нельзя втягиваться в эту историю вот поэтому вот у этой части элиты есть единственная возможность таскать сохранить себя вот это ну если не возглавить то по крайней мере таскать как бы принять русский проект вот потому что в этом все в этой ситуации насчет если они это делают вовремя еще поздно его и так формирование доской да то в принципе есть возможность как бы с ним пройти то самое будущее но здесь есть опять же маленькая тонкость вот что надо опять менять свое отношение к жизнь сейчас эти классики да то есть здесь это серьезный вопрос на самом деле это кажется что так вот взял там и поменял да ну на самом деле это очень сложно изучать как бы вся цель его жизни было таскать зарабатывание тени таскать там и вот в общем то во все в это всегда таскать и получение каких-то благ монетизации власти как мы называем на то вот взять в одной части переменить это отношение это очень сложно вот но здесь у них есть какой шанс на что эти люди сегодня у нас все мы им так хотели к семидесяти датах все практически все ну плюс-минус на вот то есть уже пришло то самое время когда пора думать о душе ну то есть вот там нахапались уже таскать уже наелись уже все присытилась приелась и тут люди начинают понимать что в принципе что ну то что я уже называл что угроба нет багажника да что вот эти все блага мирские их никогда с собой не возьмешь что в принципе как бы у жизни есть другие приоритеты до более важные вот и соответственно вот и здесь как раз вот тот русский проект он помогает людям как бы переориентироваться переосмыслить жизнь свою какой-то степени вот и может быть даже таскать поменять что-то в этой жизни вот очень буду надеяться что часть из них по крайней не все конечно многие не искать смогут спокойно в это вписаться потому что еще бы что ни в одном другом варианте у них нет нет возможности себе не себя не так как бы своих потомков сохранить вот ну и третья часть элиты нашей управленческой которую мы условно называем разведчики вот так сказать это люди которые как бы вписались в этот либеральный наш проект государственный но в душе внутри себя да они как бы всегда были против него вот но таких людей немного но и немало вот то есть во власти таких людей тоже хватает вот им приходится быть либералами потому что ну в среде либералов нельзя быть другим ну тут ничего не сделаешь так сказать надо мимикрировать под эту ситуацию но внутри они по-прежнему они по-прежнему они по-прежнему они остаются так сказать людьми ну я так сказать советскими потому что все родом оттуда вот только подлинно советские не теми которые перекрасились потом и продали свою страну за джинсы и замки в Шотландии но те которые внутри себя всегда считали что в принципе как бы смысл жизни человека не в том чтобы на нахапать как можно больше да а смысл жизни человека в том чтобы служить другим людям и делать жизнь не только себя на других лучше вот вот как бы эти ли эти люди они ну в принципе это вот как бы по большому счету зародыш так сказать той элиты которая перейдет уже в новые качества уже в но вот в этом новом русском проекте но понятно что эти люди не в первый не второй не в инклюзив не войну против всех не вписываются вот потому что как бы это опять же переди надо себя и зажимать опять быть мимикрировать под вот эту либеральную всю парадигму а вот под русский проект они вписываются очень хорошо вот поэтому значит эта часть конечно же спокойно совершенно переходит сказать вот сказать в эту новую нашу нашу обновленную сказать родину вот то есть собственно и вот с вами как бы так это кротко кратко и быстро пробежались по всем нашим видам наши элиты вот ну а вот очень простой что россии надо в самое ближайшее время вот ближайшие полугода открыто и честно заявить что мы сегодня имеем свой проект вот значит под условным названием пока русский проект но нам надо будет конечно его там красиво обыграть написать потому что это знаете как объекта назовете так она и поплывет поэтому здесь это мы пока между собой разговаривать вот а так в принципе конечно выходить уже на внешнюю площадку любви уже отработанными фразами отработанными формулировками так далее поэтому сказать вот задачи на ближайшие полгода вот это все нам обговорить искать все это проговорить все это доскать и уже вы выплеснуть уже на внешний рынок именно в качестве такого нового проекта ну как свое время большевики пришли и сказали вот мы строим новое будущее новое число строить новый мир вот это примерно вот отдаленно похоже вот только если большевики пришли задачи там мир весь перевернуть да так сказать что это железной рукой загони частью участие то у нас совершенно другая мы должны обустроить россию сначала а потом показать всем что да этот проект существует раз второе что он действительно привлекательный а дальше сказать ну кто хочет нам идите приходить мы готовы мы как вот чем почему русский проект да потому что русская цивилизация единственная цивилизация которая не уничтожала никогда другие цивилизации а наоборот их в себя принимала впитывала брала оттуда самое лучшее и сохраняла их самое главное вот вот сегодня собственно задача ровно такая обустроить свою страну обустроить мир вокруг нас вот этот регион который существует вот вокруг нас и дальше соответственно даскать подтягивать туда как можно больше других стран и народах ну и со временем я думаю что если проект будет удачным а я уверен что у нас все получится вот мы потихонечку даскать и сюда и подтащим весь стальной мир ну вот вкратце собственно все что я хотел сказать спасибо большое все созвучно все откликается предельно понятно но я думаю в этом направлении просто уже кое-что стало делаться всяком случае вот изменение этого самого птичьего языка который был навязан в свое время западом со всеми его ну какими-то мемами до которые у нас и мы получается так мы даже с ними когда разговариваем все мы продолжаем разговаривать на их языке и вроде бы как то что и нужно высказать до них поэтому может быть не доходит в этом плане наверное первая ласточка была статья медведева в коммерсанте я всем рекомендую слушателям и все-таки почитает потому что впервые вот что используются какие-то обороты и слова скажем так для либерального вот этого дискурса они явно как-то не подходит нам достаточно большой сейчас переполох и многие не могут понять одну сторону статья медведева вроде бы это не первое источник я имею ввиду не первое лицо писала там и все да но с другой стороны в общем то некоторые сейчас уже говорят о том что что медведев выразил то что пути не мог выразить силу своего скажем так ну служебного скажем так положение поэтому в этом плане работа уже идет определенный сигнал данного еще раз говорю слушателям рекомендую почитать все таки статью медведева это многие вещи расписано достаточно доходчиво я честно говоря даже такой статьи и не ожидал ее появляемо всяком случае что за ней будет стоять еще раз спасибо огромное владимир викторович может быть есть вопросы не знает у меня не вопросы у меня так сказать дополнение к тому что или ты это то чего мало и этого мало вполне достаточно для реализации у нас в россии для реализации русского проекта сейчас уже страна в таком положении когда практически понятно думающим людям что элита это не корявые понты оксфорда и гембриджа элита это мвту это физтех это московская консерватория таганрогский радиотехнический завод на петербургской военно-морское училище вот вот наша элита где куются кадры и уже не первые десятилетия поэтому я думаю что перспектива русского проекта но я их целую оцениваю и всех перечисленных максимально высокими достаточно буквально там одного двух процентов а у нас в стране есть за этим одним двум процентов и потянутся все остальные 98 знаете еще хочу добавить здесь кое-что первое вот то что я хочу хотел подчеркнуть но просто забыл сказать что но про инклюзив понятно да что он это просто отвлечение внимания да просто людей так сказать направляет в то русло знаете как это что когда все важные дела происходят в одном месте да нужно смотрели в другой вот визит ровно такая история а вот что касается то есть реально сейчас противостоят показал пока к сожалению виртуально но я думаю что это предстояние скоро будет уже явно и это русский проект и проект значит война все против всех так вот если мы сегодня значит в течение вот этих полугода значит объявляем о том что у нас есть проект этот русский проекта начинаем не ущ Barnet никакого проекта война все против всех не будет вот то есть мир не пойдет по пути это искать вот этого раца повторяем раз самовыряжение вот и это так сказать очень вам вот это очень важно понимать что если мы сейчас это делаем вот то никакой войны не будет то есть у пойдет совершенно по другому пути вот и вот в этом сегодня вам самое я считаю важно назначение и вообще задача России, нашей страны, для того, чтобы и нашей русской цивилизации, для того, чтобы мир не пошел по этому пути. Потому что если он по этому году и пойдет, то, ну, как бы, скорее всего, через какой-то там промежуток времени нашей человеческой цивилизации просто не станет. Или мы опять отбросим в каменный век, где мы там опять начнем, так сказать, все это заново проходить, так сказать, опять будем по этим и ступенькам идти. Это первое. И второе. За последние где-то примерно 15-20 лет, плюс-минус там надо посмотреть это, но потихонечку, не спеша сформировался очень важный кластер. Это выпускники кадетских училищ, кадетских школ. Это совершенно другие люди, дети, совершенно другие люди. Это те, кто действительно воспитан на тех принципах, о которых мы сегодня говорим. То есть, любовь к родине, служение, вот, самодача, так сказать, и ну и так далее. Вот. То есть, и вот это как раз эти люди, ну, они были детьми, там, допустим, там, 15-20 лет назад, да, а сегодня они уже, так сказать, фактически люди, вступившие в взрослую жизнь, причем уже, так сказать, занимающие какие-то посты. Вот. То есть, еще маленькие, пока так далее, так сказать, невысокие, но они уже, то есть, это как раз тот самый, как бы, кадровый резерв, вот, который, так сказать, потихонечку идет на смену вот этой вот, так сказать, нашей либеральной пении, которая нас захлестнула в 90-е годы. Вот, так сказать, вот я прошу просто обратить на это внимание, что вот это, так сказать, как раз так, когорта людей, на которые можно, так сказать, и нужно опираться для того, чтобы вот это провести вот это, вот, переформатирование страны. Еще, Андрей Иванович, мало кто знает, вот такие цифры. В 2020 году 60% ребят, которые закончили 9 класс, 60% пошли в колледжи за профессией. Это миллион двести тысяч человек. Еще раз, пошли не, там, не мерчендайзеры, или там, какие-то там еще какую-то хрень, а пошли за профессией. В колледже миллион двести после 9 класса. Это тенденция просто нереальная, положительная. Просто нереально положительная. А по поводу кадетских корпусов, у нас же наш соратник, друг, единомышленник, товарищ, любимый всеми нами генерал Владимиров, он же у вас, он главный кадет России, он с небольшой группой своих единомышленников, и вот эти кадетские корпуса он и организовал в нашей стране. Это самая мина, которую подложили под нашу либеральную как раз эту систему. И она сегодня уже сработала. Ну, по крайней мере, это еще пока не видно, но в ближайшее время увидим, как она, эта мина уже, так сказать, действительно сработала. Сработает, сработает, сработает. Во всяком случае, если представить образ кадеты и образ Дани, Мелонина, ну, то есть, ну, понятно, да, что? Какая модель этих вариантов. Хорошо, спасибо огромное, Владимир Владимирович. Спасибо, дорогой, за этот разговор. Хороший сбор получился, и он оптимистичный, самое главное. У нас впереди только все самое хорошее. Я не сомневаюсь, вот, тем более, я говорю, сейчас раз пришло то время, когда надо просто, защищив рукава, начинать работать. Но мы, собственно, уже этим занимаемся с вами уже на протяжении нескольких лет, вот, так сказать, ну, вот сейчас это надо заниматься уже всей страной, вот. То есть, у нас, причем у нас колоссальное количество задач, вот, и глобальных, и внутренних, и, так сказать, с... которые начинать надо всегда с себя, то есть себя надо переформатировать, надо с себя, так сказать, начинать. Если хочешь разуметь мир, возьми сначала себя. Вот, вот, собственно, как бы, то, с чем я всегда говорю, так сказать, на всех своих передачах, что надо менять, начинать, если ты хочешь поменять мир, поменяй сначала себя. Поменяешь себя, так сказать, и мир изменится. Вот, вот, собственно, наша сегодня задача в этом заключается. Согласен. Спасибо еще раз огромное. До скорой встречи, удачи всем нам. Ну, и через полгода ждите, друзья мои, в эфире «Школа здравосмысла». Наконец-таки мы подведем итог нашей сегодняшней беседы, и вы увидите, что мы оказались правы. Всем всего доброго, счастливее. До свидания.